Актуальные интервью 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 которые погибают в природной среде, 14 погибают от воды. Что родителям делать? Наверное, прежде всего, закрыть периметр дома, если уж они выпускают ребенка погулять одного без присмотра. Что родителям делать, если ребенок живет в частном секторе, если он выехал на отдых бабушке? Ну, во-первых, конечно, начинать надо не с того, что закрывать дом, а начинать надо раньше, установить с ним такие отношения, чтобы он понимал, что он может делать, что он делать не может. То есть, с нашей точки зрения, правила безопасности, а мы сейчас говорим именно о них, это такая вещь, которая должна ребенком выполняться неукоснительно. И поэтому ребенок должен понимать, что если есть несколько правил, их не должно быть много, их не должен быть миллион. То есть, нельзя ребенка постоянно ограничить во всем, нельзя ни ходи, ни туда, ни сюда, ни надевай, ни делай. Нет, но есть какие-то определенные несколько правил, за которые он должен знать, что он будет очень жестко наказан. В частности, то, о чем мы только что говорили, ребенок не должен подходить к воде без взрослых. Он должен это знать, он должен понимать, что если это произойдет, то это вообще одна из самых страшных вещей, которые он может сделать. И таких правил, на самом деле, не так много. И что касается того, как обезопасить ребенка, ну, конечно, в первую очередь надо за ним следить. К сожалению, у нас бывают ситуации, когда взрослые приехали на пикник куда-то на озеро, и ребенок исчез. Вот, и мы, как правило, уже знаем, что произошло. Ну, конечно, мы выезжаем, конечно, мы разворачиваем в полной мере поисково-спасательную операцию, но это не единичный случай. Это происходит действительно время от времени. И происходит именно потому, что за ребенком не следили. Вот, это причина. Вот, кажется, что дети пропадают сами про себя, ушел и не вернулся. Как часто в этом участвуют, на самом деле, третьи лица? Вот, увели, там, украли, попросту говоря, похитили ребенка. Бывают такие ситуации, или все-таки это крайне редко? Ну, трудно говорить, скорее, это вопрос больше к МВД, чтобы взять весь массив статистики по пропажам детей. Такие ситуации, безусловно, бывают. И они бывают действительно достаточно редко. Но то, что они бывают редко, не означает, что они не могут произойти. Поэтому мы всегда родители призываем, и самих родителей к разумной бдительности, и мы их призываем к тому, чтобы они учили детей правилам безопасности. Причем не просто так, что рассказали что-то такое один раз, и все, и забыли об этом. Нет, детям надо это постоянно повторять, непрерывно. То есть это проигрывать на игрушках с малышами, как-то их экзаменовать в шуточной форме. И надо все время к этому возвращаться, потому что иначе ребенок забывает, и, оказываясь в какой-то такой нехорошей ситуации, он начинает действовать совершенно не так, как вы вроде бы с ним говорили. И родители часто заламывают руки, даже в каких-то учебных ситуациях, очень любят родителей, когда мы детей увозим. У нас есть такое мероприятие, когда мы проводим наши отрядные... Хотела как раз спросить, можно ли вот так проверять. Да, мы так делаем. Наши волонтеры, которых дети не знают, они подходят, когда дети смотрят фильм и предлагают куда-то пойти. Так вот, к сожалению, там есть разные цифры, потому что мы проводили это неоднократно. Но, в общем, соотношение таково, что из 30 уходит 29, из 20 – 19, из 40 – 39 и так далее. То есть какой-то остается один-единственный ребенок. Все остальные спокойно уходят с симпатичным молодым человеком, с приятной девушкой. Поэтому мы с детьми, когда проводим занятия, мы с ними обязательно говорим о том, что на примерах показываем, мы им показываем фотографии, говорим ребятам, что попробуйте угадать, это хороший человек или плохой, и показываем разные снимки без подписи. Им самим смешно, потому что они вдруг понимают, что действительно, несмотря на то, что книги и фильмы приучают их к тому, что злодей выглядит таким страшным, у него крыльки, у него всклокоченные волосы и жуткие глаза, нет. На самом деле злодей может быть любым человеком, и детская такая, знаете, и самонадеянность. Они считают, что, а, я-то со мной ничего не случится, хотя я взрослая часто так думаю, я-то пойму, что хорош этот человек или плохой. Мы стараемся их увести от этой мысли, мы стараемся им объяснить, что есть свои люди, то есть это семья, мама, папа, бабушка, няня, это учителя, это близкие какие-то друзья, родители, и то, это уже такой более дальний круг. А есть люди чужие, которых слушаться нельзя. И чужим человеком является любой человек, который подошел на улицу, любая продавщица, любая соседка, это тоже чужой человек. А что делать ребенку, если вдруг к нему подошел дядя какой-нибудь, или тетя, вот те же миловидные юноши, девушка, а, пойдем, я тебе щеночка покажу, конфетку дам, у меня телефон классный есть. Ну мы, вот, кстати говоря, мы родители, когда с детьми об этом говорим, мы обычно говорим, что если тебе что-то предлагают, там, вот конфетку, щеночка, мороженое, и мы не объясняем им, что есть обратная ситуация, им могут не предлагать, у них могут, наоборот, что-то попросить, и могут сыграть на том, что они хорошие, добрые дети. Пойдем ты поможешь, там, тетя упала, ее надо там что-то с ней сделать. Мы предлагаем родителям заранее с детьми разучить какие-то фразы, обговорить, то есть все строится на разговоре с ребенком, не на командах, а именно на разговоре. Поговорить с ним и понять, какие фразы ему было бы комфортно использовать в разговоре с чужим человеком, со взрослым человеком, который для него авторитет в какой-то степени, отказываясь от того, что ему предлагают. Это может быть, извините, я спешу. Это может быть, мне мама не разрешает разговаривать с незнакомыми. Это может быть, просто там, простите, ребенок может просто молча уйти, и он должен понимать, что он имеет на это полное право. А понимать он это должен, потому что это говорите ему вы. Вы ему должны объяснить, что вот в такой любой ситуации он может взять и уйти. Не просто может, он должен уйти. И мы детям объясняем, что есть такое важное правило, что взрослый человек решает свои проблемы с помощью других взрослых. Взрослый человек не обращается за помощью к ребенку. То есть он не должен вмешиваться в какие-то ситуации, которые должны разрулить взрослые. Там идти, например, кого-то поднимать, вызывать скорую помощь, вытаскивать котенка из-под машины и так далее. Конечно, но, естественно, мы детям объясняем, что там если бабушка просит донести сумку, ну, разумеется, ей можно поднести сумку, если это не заставляет тебя отклониться от маршрута, зайти в чужой подъезд, залезть в чужую машину и так далее. То есть все упирается в конечном счете во-первых, доверительные отношения с родителями, а во-вторых, здравый смысл у ребенка. Да и уметь отказывать по жизни тоже на самом деле очень пригодится. Весьма. Навык хороший. Очень важно. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-508-86-84. Звоните и задавайте свои вопросы. Ксения, ну, вы уже сказали о том, что чаще всего пропадают подростки, у них период в жизни достаточно непростой, и родителям с ними тоже непросто, и все настораживает. А на что обратить внимание, чтобы, не дай бог, дочка или сын из дома не убежали? Наверняка есть какие-то звоночки в поведении подростка, которые сигнализируют о том, что возможно, возможно, такая ситуация сложится. Да? Ну, прежде всего, конечно, обращать внимание нужно не только с точки зрения профилактики побега, а в любом случае на какие-то радикальные изменения в поведении ребенка. Был веселым, стал мрачным. Был тихим, задумчивым, стал веселым и попрыгучим. То есть какие-то вот такие вещи, на них стоит обращать внимание. И, конечно же, стоит доверять своей интуиции. И, конечно, если говорить непосредственно о том, что ребенок замыслил побег, здесь есть определенные вещи, которые могут указывать на то, что он к этому готовится. Но, как я уже сказала, в ситуациях, когда дети уходят из дома, конечно, прежде всего, виноваты родители. То есть мы, конечно же, когда мы ищем детей, мы никогда не вмешиваемся ни в чьи отношения, но мы обязаны узнать все, что произошло между ребенком и родителем, чтобы понимать, где и как его искать, какие версии исключать, какие отрабатывать. И, к сожалению, да, действительно, ребенок разбил телефон, он боится прийти домой, потому что его убьют дома за это. Ребенок получил двойку, и он не идет домой. Ребенку запрещают встречаться там мальчику с девочкой, девочке с мальчиком, с друзьями, не разрешили пойти на концерт. Поэтому здесь, конечно, ситуативно. Вот вы не разрешили пойти ребенку на концерт, а он исчез. Ну, то есть здесь очевидно, что, скорее всего, он на этот концерт и отправился. Вы не разрешили там ему общаться с Витей, у вас остался скандал, он хлопнул в дверь и ушел. Вполне вероятно, что он как раз отправился к нему и так далее. Вот. То есть, если говорить прямо о таких прямых признаках, ну, это, конечно, в первую очередь радикальное изменение в поведении ребенка. Ну, возможно, конечно, что ребенок там серьезно готовится что-то, копит вещи, складывает и так далее, но вряд ли он это будет делать все-таки это скорее. Ну, как правило, если ссоры провоцируют, значит, и уход спонтанный. Ну, конечно, конечно. Здесь другая есть проблема, которая состоит в том, что если ребенок нашел, то есть, вернее, когда ребенок нашелся и родители повалились в ноги, что сделаем все, что хочешь, только не уходи, ребенок это воспринимает как некую меру, возможность для того, чтобы добиться того, что он хочет. Можно и дальше попробовать. Да. И, к сожалению, повторные случаи ухода детей из дома, они происходят тоже довольно-таки часто. Поэтому здесь тоже важна реакция, если ребенок ушел из дома, как вести себя, когда он вернулся. То есть, с одной стороны, обливать его счастливыми слезами и кричать, что все сделаем, только не уходи неправильно, но, с другой стороны, накричать и отшлепать тоже нельзя. Здесь какой-то вот средний случай. Мы советовались на этот счет с психологом, и он сказал так, можно сказать ребенку, ты, конечно, извини за все то, что я тебе сейчас скажу, и потом уже его отругать, потому что, если у вас это все накипело, а, скорее всего, конечно, в сильно замеченном эмоциональном состоянии. Но обязательно надо предварить это вот такой формулы, иначе ребенок, вернувшись домой, подсознательно... Понятно, что ничего не изменилось. Да, ему тут не радо, на него опять наорали, его опять ударили. К сожалению, надо в этой ситуации побыть немножко взрослым, взрослому, потому что иногда двое детей оказывается. Ксения, вопросов еще очень много, я вам предлагаю прерваться на блок социальной рекламы. Отлично. Каждый ребенок может многого достичь. Стать чемпионом. Мне плевать, что ты хочешь. Открыть новые планеты. Отец тебе задаст. Стать рук звездой. Не лезь, куда не бросит. Путешествовать. Какой же ты бестолковый. Сделать карьеру. Да что из тебя выйдет? Иметь большую семью. Сколько можно? С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Он мечтал поступить в университет, встретить красивую девушку и стать успешным. Теперь он мечтает выжить. Помни, железная дорога не игра. Бэтмен замечательный получился у Сережи. Молодец, Витя! Молодец, Витя! Аня, а у тебя что за рисунок? Какого героя ты нарисовала? Чтобы стать для ребенка супергероем, не нужен подвиг. Достаточно вашей любви. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Актуальное интервью». Телефон наш 8495 508 86 84. Дозвонившись по нему, вы можете задать свои вопросы представителю поисково-спасательного отряда Лиза Алерт к Ксении. Ксения, ну а пока телезрители думают над своими вопросами, я задам вам то, что у меня заготовлено. Но я думаю, нередко родители, наверное, в первую очередь подростков, потому что именно они гуляют самостоятельно, сталкиваются с тем, что дети задерживаются со школы, с прогулки. Когда нужно бить тревогу? Сразу. Прямо вот на полчаса опоздали, мы уже переживаем. Что нужно делать? Начинать искать самим или обращаться уже сразу к вам в правоохранительные органы? Так, ну, во-первых, здесь я в скобках предваряю ваш вопрос, добавлю, что для того, чтобы начинать бить тревогу, надо иметь представление о том, когда и где ребенок должен оказаться. К сожалению, тоже далеко не все не всегда это понимают, так называемый тайминг. То есть, допустим, вы знаете, что в 3 часа он должен прийти из школы, в 3.30 его нет. Вы начинаете действовать. Что значит действовать? Вы обзваниваете всех, кто имеет к нему отношение, у кого он может оказаться. То есть, это друзья, одноклассники, это бывший муж или бабушки, дедушки, все, кто мог его забрать по какой-то причине из школы. Одновременно вы звоните в полицию. Здесь есть важный момент, о котором я хочу сказать. Не существует правила трех суток, не существует такого понятия, как погуляет и вернется. То есть, полиция у вас обязана принять заявление в ту же минуту, когда вы позвонили. Полиция должна начинать его сразу искать. Почему надо начинать искать человека сразу? Вот сейчас давайте скажу сразу о самом плохом. Если мы говорим о похищении, похищение мы делим на добрые и злые. Так называемые добрые похищения, это когда человек похищен с целью выкупа, злые похищения, это когда он похищен с целью сексуального насилия. И злые похищения заканчиваются, как правило, плохо. Так вот, по международным исследованиям, в случае со злыми похищениями, 70% детей погибает первые 3 часа. К сожалению, это период времени, когда многие взрослые даже еще не успевают вообще сообразить, что произошло. То есть, на самом-то деле, как у нас обычно происходит, ребенок ушел утром в школу. Вот он, допустим, в 8 часов вышел из дома. А дошел ли он до школы, мы знаем вообще, говоря, в 3 часа он не вернулся из школы домой, хотя должен был. То есть, ребенка, соответственно, нет 7 часов. Правильно я сказала? Правильно. Да, 3 часа уже упущены точно. Нет, а он, оказывается, в школу не пришел, как потом выясняется. То есть, вот его нет ни полчаса, ни час, его нет уже 7 часов, понимаете? То есть, вот эта система отслеживания, дошел ли ребенок до дома, до школы у нас вообще нет. У нас не принято. Тогда договариваться, пришел в школу, отправь мне смс. Или договориться с учителем, если мой ребенок заболел, я вам позвоню. Если он вдруг не пришел, пожалуйста, позвоните мне, если вам несложно. Вот такие вещи мы предлагаем. Вы начинаете искать, вы обращаетесь в полицию, вы звоните нам. Мы начинаем искать в городской среде только в том случае, если подано заявление в полицию. Мы тоже начинаем работать. Естественно, в случае с детьми мы начинаем действовать с максимально возможной скоростью. Почему? Потому что, во-первых, вот тот фактор, о котором я уже сказала, то есть, время наш враг, в случае, если случилось самое страшное, чего боятся все. Во-вторых, ребенок все дальше уходит, если он куда-то ушел. Во-вторых, в-третьих уходят свидетели, в-четвертых, камеры наружного наблюдения заслаиваются эти записи более поздними. Ну и в-пятых, если все это произошло недавно, собака может еще взять след. Поэтому вот сразу начинаете искать. Иногда взрослым очень неловко, что как же я буду всем звонить, да что там скажут, ну как же так. А вдруг он там у Петек сидит. Потом вы всех по списку обзваниваете и говорите, что он нашелся. Спасибо, извините. Нашелся, спасибо, извините. И никакие санкции, ничего за этим не последует. Правильно? Ну, понимаете, вот тут я сейчас скажу не как поисковик, а скорее как мама и человек, который занимается детским образованием. Для большинства детей само по себе расстройство родителей, их испуг, это в принципе достаточно сильная вещь. то есть если ребенок видит вдруг, что мама плакала, на него это достаточно сильно может подействовать. То есть он должен понять, помните сцену, когда в Карлосоне его сняли с крыши и мама плачет. Вот именно вот эта сцена для него такая неожиданность, что кажется, он стоит миллион крон. Понимаете, на детей это действует, но, конечно, он должен понимать, что если он где-то задерживается, это вызывает у родителей тревогу. Иногда в сети встречаются такие комментарии, когда, например, ребенка искали, быстро нашли, ребенок, грубо говоря, потерялся из-за оплошности родителей и начинают родители кидать обвинениями. Да из-за вас только человек было поднят, да вы теперь там такую-то сумму за все это заплатите. Ведь насколько понимаю, это все неправда. Насчет суммы? Насчет суммы, да, каких-то мер, которые будут приняты родителям. Понимаете, тут насчет мер отчасти может быть и правда, это уже, опять же, не к нам вопрос, это к правоохранительным органам и к опеке. Мера в этой ситуации может предпринять опека. То есть, если ребенок ушел из дома, она, естественно, эта ситуация заинтересуется, почему это произошло. И, в общем-то, в каком-то смысле правильно сделает. Потому что ситуация бывает самая разная. Надо понимать, что уход из дома для ребенка часто это самая крайняя мера, на которую он может пойти. И если это произошло, значит, что-то в его семье происходит для него невыносимо, он не может с этим жить рядом. То есть, в этой ситуации действительно опека вмешивается, и какие-то меры могут быть предприняты по отношению к родителям. Но, конечно, никаких там с нашей стороны не может быть ни штрафа. То есть, по поводу поиска никаких вопросов нет, обратились и правильно сделали. Нашли, не нашли. Если мы нашли, отдали, ушли, свое дело сделали. Если он сам нашелся, слава богу, мы все рады. То есть, с нашей стороны никаких санкций, мы только радуемся, когда найден живой, здоровый, и слава богу. Ксения, ну, хочется оговорить, такие наиболее популярные, можно сказать, ситуации. Конечно, в первую очередь, родители представляют такую ситуацию. Отправляемся в людное место, ребенок там, вероятно, может потеряться. Ну, вот, например, я как мама, что делаю? Проговариваю фамилии, имя, отчество, домашний адрес, кладу ему во все карманы записочки со своими какими-то данными. Что на самом деле нужно делать, что правильно? Вот, отправляемся, например, на елку, на праздник, как обезопасить ребенка, чего ему нужно рассказать, чтобы, не дай бог, он не потерялся, а если потерялся, то знал, что делать. Ну, во-первых, вы большая молодец, как мама. Далеко не все это делают, эти записочки, это очень правильная мера. Можно также делать на заказ такие этикетки, метки на клеевой основе, которые просто утюгом пришиваются к белью, там можно указать телефон, имя, фамилию. И не потеряет точно. Ну да, ее уже отодрать сложнее, конечно. И еще есть такая замечательная вещь, которую мы очень рекомендуем, как часы с GPS-трекером. То есть вы покупаете ребенку эти часы, ставите на телефон программу, которая позволяет вам отслеживать, где он находится. Плюс к этому эти часы одновременно являются телефоном, и вы можете быть уверены, что он его услышит, поскольку он у него на руке. И причем это телефон, на который можете позвонить только вы. И он с этого телефона может позвонить только вам и другим разрешенным абонентам. То есть вот эти все вещи, они, безусловно, очень упрощают поиск ребенка, если это что-то произошло в людном месте. Ну и плюс, конечно, есть какие-то правильные алгоритмы поведения, которые ребенок должен знать. Во-первых, он должен знать, любой ребенок должен знать в любом месте первое правило потерявшегося, оставаться на месте. Как только он понял, что он потерялся, он должен встать и стоять. Далее, он должен не бояться в людном месте громко крикнуть «Мама!», если он потерялся. Тоже, вот вы ему должны объяснить, что мы же всегда «Чши!» и «Шуми!» и «Не кричи!» Общественное место нельзя. Надо объяснить, что эта ситуация экстремальная. Здесь можно. Можно пойти с ним в лес и порепетировать, покричать «Мама!» на весь лес. Далее, когда он сделал это, когда он огляделся и понял, что он вас не видит, он должен переходить к следующим действиям. Он должен обратиться за помощью. Обращаться за помощью ребенок может к трем типам людей. Первое – это человек, который в этом месте работает. То есть, если это торговый центр, это охранник, это продавец, это кассир, официант. Если это театр, то это билетер. Если это, что у нас еще, может быть, аэропорт, служащий аэропорта. Он должен обращаться, во-первых, к человеку, который здесь работает. Во-вторых, к человеку из полиции. И в-третьих, к человеку с ребенком, желательно к женщине. То есть, вот три типа людей, к которым ребенок может обратиться за помощью. Чтобы ему помогли, он должен знать наизусть ваш номер телефона. То есть, это для детей, для родителей домашнее задание – выучить номер обязательно, чтобы можно было его ночью разбудить и убедиться, что он его знает. Он звонит с помощью чужого человека вам, оставаясь на месте, рассказывает, где он, вы приходите и вы его находите. То есть, вот это такой алгоритм наиболее простого нахождения в каком-то людном месте. Плюс мы еще рекомендуем родителям и детям придумывать пароли. Пароль нужен на тот случай, если он вам звонит с незнакомого номера. Вы же наверняка слышали о таких ситуациях, когда кто-то звонит по телефону и говорит, мама, там какие-то помехи, спаси, вышли деньги срочно. Если вы говорите пароль, то там, разумеется, вешают трубку. Наоборот, если вы вдруг, мало ли какая ситуация, вы звоните с незнакомого номера, это я мама. Тоже, может быть, не очень понятно по голосу, вы ли это или нет. В общем, пароль это такая штука, очень хорошая, но, естественно, знать его должны только вы и ребенок. То есть, соответственно, идя в людное место с ребенком, надо убедиться, что он знает номер телефона, знает, что он остается на месте, если он потерялся, знает пароль, не умеет громко кричать и понимает, к кому он может обратиться за помощью. Когда, вот по вашему мнению, насколько я знаю, вы тоже мама, когда ребенка можно отпускать на прогулку одного? И, ну, соответственно, что он должен знать при этом, отправляясь на прогулку в гордом одиночестве, ну, или, конечно, в компании друзей? Ну, во-первых, отправляясь на прогулку, он должен знать то, о чем мы говорили раньше, вернее, быть готовым к тому, что какой-то незнакомый человек о чем-то может его попросить и понимать, как он в этой ситуации реагирует. То есть, вот то, о чем мы уже сказали, он или уходит молча, или говорит, что он не может, ему не разрешает мама, или просит прощения и говорит, что он спешит, то есть он выбирает любой для себя удобный вариант ответа. Во-вторых, он должен знать, что вот если он не придет с прогулки в 4 часа, в 5, в 8, то вы будете волноваться, вы будете его искать. Далее желательно, чтобы он гулял с кем-то, гулял с телефоном. Ну, а что касается того, в каком возрасте можно начинать гулять, ходить в магазин и в школу. Мне кажется, здесь нет универсального ответа. Здесь нужно смотреть на детей, потому что все развиваются по-разному. Разная степень расслабленности у каждого ребенка. Кто-то дорогу переходит сосредоточенно уже там 5 лет, кто-то и 8 еще вообще не смотрит никуда. То есть, мне кажется, здесь нужно идти от ребенка. Вы по ребенку должны понять, что вот он действительно готов. Вы должны с ним в этом случае пройти маршрут, по которому он теперь будет ходить один, например, в школу. Пройти и объяснить ему, какие здесь есть опасности, что вас здесь настораживает. Если есть варианты маршрута, объяснить, что этот маршрут безопаснее, что вы хотели бы, чтобы он ходил именно им и почему. Ксения, ну, еще одна ситуация, хочется о ней поговорить. Времени у нас осталось, к сожалению, не так много. Ребенок в лесу. Там людей мало. Обратиться за помощью особо не к кому. Телефон в кармане тоже не поможет. Что он должен знать? Отправляясь за грибами. Кстати говоря, она сейчас с телефона и не согласна с вами. Может быть, и поможет. Поможет, обязательно. Ребенок, отправляясь за грибами, должен, во-первых, правильно собраться в лес. И он тоже должен это знать наизусть. И пусть он там научит бабушку, дедушку, поиграет с ними в школу, объяснит ему, как надо собираться в лес. В лес надо взять с собой пять вещей. Это свисток, чтобы свистеть, если он потерялся. Это непромокаемая яркая куртка. Вторая вещь. Третья. Это обязательно бутылка воды, чтобы не было необходимости подходить к воде. Четвертая. Это батончик шоколада. В этом месте дети обычно смеются, потому что это действительно смешно. Хотя на самом деле это не смешно. Это вещь, которая может спасти жизнь. И последнее. Это телефон. Как раз таки. Полностью заряженный телефон. Дети продвинутые, когда мы проводим занятия, в этом месте начинают кричать. А, телефон не работает в лесу. Правда, телефон может в лесу не работать. Будет даже надпись нет в сети. И вы, дети, должны знать, что когда есть надпись нет в сети, все равно можно позвонить в 112. Вот этот номер надо обязательно выучить ребенку, знать, что это за номер и в каком случае по нему можно звонить. И звонить, если действительно возникает такая необходимость, он должен уметь представиться, объяснить, что случилось. Потому что даже взрослые иногда, когда им приходится звонить, они вообще не в состоянии сказать никто, они нигде, они ничто, они. Кроме того, между прочим, если говорить о телефоне, у нас есть методики вывода потерявшегося из леса по телефону, есть методики у наших коллег, у добровольческого вертолетно-спасательного отряда «Ангел», который также находит людей благодаря телефону. То есть телефон в лесу необходим. И опять же, правило потерявшегося, оставаться на месте. Не ходить не ходить никуда, если ты потерялся в любой ситуации, стоишь, жди, а взрослые бегают и ищут. Это очень веселая такая игра. Наверное, так. Ксения, сегодня у нас передача в основном касается детей, но хочется несколько слов сказать и о старшем поколении. К сожалению, дедушки и бабушки тоже теряются достаточно часто. И вот сейчас в Одинцовском районе идут поиски. Ждан Пушкин Владимир Георгиев, 1938 года рождения, 20 августа, если не ошибаюсь, мужчина потерялся. Может быть, расскажете о нем, несколько слов, что можно ожидать, где его, может быть, можно найти и как поиски идут? Ну, у нас уже было несколько этапов поиска. Мы уже закрыли первые задачи, когда мы его искали в СНТ, потому что считали, что он не мог оттуда выйти. Сейчас у нас есть свидетельство о том, что он был в Подушкино и направляется, и последний раз его видели, когда он шел в сторону Рождествена. И поэтому мы очень надеемся, что если вы увидите этого человека, что вы сообщите 112 или позвоните нам на нашу горячую линию. Дайте, может быть, номер озвучку горячей линии. 8800-754-52. И мы будем очень благодарны, потому что, да, этого человека мы ищем. У нас уже не первый раз выезд. Вот прямо сейчас идет поисковая операция именно на том месте, где его видели. Есть свидетельство с камер. И мы очень просим вас о помощи. И что касается пожилых, мы очень просим вас обращать внимание на людей, которые явно находятся не там, где им стоило бы, они не в той одежде, они в ночной рубашке, они в тапочках идут по улице, они растеряны. Но, пожалуйста, ни в коем случае не оплачивайте им проезд, не подсаживайте их в автобус, они уезжают чуть ли не на другой конец страны. Остановитесь, позвоните в 112. Если можете, сфотографируйте человека. Если вы вызвали скорую, то сфотографируйте его и запишите номер машины. И мы, родственники, будем вам очень благодарны. Спасибо большое, Ксения, что пришли к нам сегодня в студию. На самом деле, просматриваешь ваш сайт, очень приятно видеть вот эти вот ориентировки, когда написано «найден жив». Надеюсь, что таких будет как можно больше. А вообще, очень хочется, чтобы не терялся никто, ни дети, ни взрослые. Но правила поведения знать нужно. И нужно обязательно помнить. И, наверное, это, собственно, залог успеха. На этом наша программа сегодня. завершена. Увидимся скоро на ОТВ. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!